всем привет начинаем наше занятие скачивая тут полтора гигабайта видео сегодня у нас разбор снова видео и ребята записали очень числовесные файлы поэтому пришлось немножко задержаться сегодня у нас будет продолжение очень интересной темы сегодня мы будем сравнивать поляну на покер stars на двух разных лимитах нл-25 и нл-10 причем так получилось что один из участников записывал хоть видео со статами но по факту играл без статистики ну точнее нет записывал видео со статами но она не записалась и поэтому мы будем разбирать видео без статистики будем считать что он играет без статистики второй записал со статами сегодня разберем и посмотрим какие есть места в игре обоих которые можно улучшить усилить и что для этого нужно сделать тогда все видно слышно отлично давайте начинать давайте начинать начнем наверное с видео нл-25 сейчас я открою еще в отдельном окошке окно для заметок первое видео это у нас родион ака родик 002 он играет на покер stars покер stars нл-25 ну и первое что здесь бросается сразу глаза сразу я отмечу игра с перекрытиями надо сделать игру без перекрытий но я так понимаю просто ухиру какой-то небольшой ноутбук небольшой монитор ноутбука и из-за этого он так вот располагает столы чтобы они были побольше почему это плохо потому что не видно экшена сбивается концентрация хуже сосредотачиваешься на игре когда есть перекрытие так сейчас я наверно вебку пока уберу чтобы лучше тут было видно вам все столы и очевидно это минус его для вас потому что это отвлекает снижает концентрацию хуже вы следите за игрой и поэтому это нужно устранять иногда есть проблема в том что например если столы мелкие вот не видно статистики тут еще хат мелкий ну тут хат точнее очень такой объемный и возможно хиру из-за этого еще имеет вот такие столы что нужно сделать с хадом хат во первых цифр шрифт ходе сделать больше чтобы цифр были больше и уменьшить количество статов например у меня свое время до того как я начал играть в покер было очень плохое зрение было минус 8 пока я не сделал коррекцию на свои первые покерные профиты вот с минус 8 до единички себе сделал так я таким слабозрячим был товарищем ходил в очках или в линзах и мне вот пример мелкие букв всегда было как-то плохо смотреть и я себе сразу на самом деле сделал в хаде большие циферки потому что ну я еще играл с плохим достаточно плохим зрением пока я его себе не поменял но вот я изначально себя делал большие цифры и возможно от этого у меня был минималистичный хат и и здесь я рекомендую сделать то же самое то есть лучше сделать четыре стола которые у вас будут здесь ну на весь монитор побольше цифры поменьше цифра входе явно тут ну много лишних цифр тут это видно здесь у нас 1 2 3 4 5 строчек в каждом в каждой строчке здесь по чуть ли не 10 статов это слишком много хат перегружен вы все равно большинство статистики смотрите в поп-апе не нужно так много цифр хода тем более когда вы играете типа тут не знаю четыре стола на покер старс на каком-то ну поп-апа вы всегда умеете успеете посмотреть так у нас начинает сразу игра так это у нас 0 25 не знаю что здесь был за экшен но хилл на баттельно сделал делал панельс поставил конбет тут у нас второй баррель очевидно будет да и вот тоже этот ну вот в том числе отвлекает там какие-то перестановки столов перетягивание это все снижает концентрацию это дополняет добавляет лишних действий во время игры поэтому это нужно конечно стране ну тут очевидно 2 баррель у нас будет давайте на на чуть ускорю даже звук есть так а чё там хилл поставил что-то я как раз не увидел вот закрыт был кран а тут донгбет был ну против да против литбета от регулярного игрока 26 на 17 такую структуру доски я бы играл бы через колу я бы не рейзил на полу блефе просто обычный процент донгбета очень небольшой и поэтому мы просто играем от кола но здесь ошибка в том что hero не смотрит статистику это какая у нас минута сколько на парня 100 ну хотя на него 161 раздача ладно тогда не будем делать заметку на 161 раздачу можно не смотреть донгбета ладно прощается здесь открыли тут 6 получили так а тут интересно 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 почему мы прочекали я бы здесь играл бы через блеф бет на ривере в капнутый рейндж и возможно делал бы это достаточно крупной еще ставкой тут в принципе здесь можешь сыграть как сыграть сыграл hero опять же я не за то чтобы тут всегда блефовать особенно когда вы играете на 25 тоже вы можете просто играть по эквити чекнуть behind ривера я не буду записывать это как ошибку сейчас просто объясню когда здесь можно блефовать когда нельзя какие есть плюсы и минусы в таком споте для блефа и для того чтобы просто чекбэк сыграть но первый минус из-за чего собственно можно брать чекбэк у нас изначальная позиция в том было что у него на терне достаточно сильный рейндж литбета он поставил пол пота но даже того что что он ставит пол пота для нас не так важно просто когда он делает ставку литбетом по терну в такую карту где у нас не капнутый рейндж скорее всего у него либо какое-то неплохое эквити либо готовая рука причем может быть даже сильная готовая рука тип там две пары сет может быть доезд флажка которую не хочет мы прочекали и исходя из этой логики мы здесь можем чекать и это не является здесь ошибкой с другой стороны люди с сильным рейнджем если они были готовы его ставить сами по терну они ждать ваших бетов то скорее всего они зачастую будут продолжать быть и батить по риверу и здесь еще добавляется небольшое заметка массажинг что он поставил пол пота не какую-то крупную ставку соответственно пол пота возможно будет чуть больше склонять его рейндж в сторону каких-то либо вот подконтрольных рук типа топ пара с которым он не хочет ставить какой там большие ставки по терну и не хочет вам давать бесплатных карт либо с какими-то дровами то есть у нее самого может быть та же самая король дама дама 9 8 9 может быть какая-то туз дама с тузом например в масти или сдам а ну сдам они может мы ее блокируем но вот поэтому в принципе здесь можно и блефануть другое дело что если мы здесь будем блефовать если вы здесь решитесь блефовать то я бы выбирал бы крупную ставку потому что не две трети не три четвертых это должна быть какая-то очень крупная ставка ну скорее всего либо под либо чуть больше пота чтобы выбить такой рейндж если аркада не хотите то просто играть и чек кохирует тоже нормально и вот ну мы можем больше аркадных действий устраивать после против каких-то более известных оппонентов против которых мы знаем что первых у них ванта шоу даун низкий выигрыш на вскрытие большой они фолдит на бэтривера там 60 70 процентов тогда мы в них можем блефовать поехали дальше защитили тут 6 на 3 бэт попали в хорошую доску для нас тут пара и фд да чек годится все верно играем мы против хрен пойми кого по-моему это фиш но зеленая на метка мы сыграли чек-чек он ставит пол пота по терну нас доехало две пары я бы сделал в альюра из прямо по терну при этом я бы его делал небольшим размером скорее всего я бы его делал каким-то мин рейзом типа 20 20 бб объясню почему 20 бб здесь дело в том что когда фиш чекает такую структуру доски флоп туз 9 4 с фд у него редко будет сильные тузы и ну там туз король туз дамы он чаще все ставят конбетом то есть у него сильных тузов здесь мало и когда он играет чек-флоп и бэт пол пота терн его рейндж больше наполнен всякими вот вторыми парами типа десятки валеты дамы короли и они не осиливают большой рейс то есть типа если мы дадим большой рейс то они могут не осилить при этом у него все равно есть в рейнджи какие-то слабые тузы и плюс он с этими вторыми парами после нашего чека behind флопа тоже готов заплатить нам рейс но он типа не заплатит просто рейс большого размера поэтому я бы здесь рейзил бы до где-нибудь там 20 долларов 20 бб так здесь у нас какое-то ну и тут опять же как 0 1 минуту у нас до 0 1 0 5 0 5 рейс на вэлью сайзом 20 бб и у нас есть главное что причины доставки вы пока играете еще все по-прежнему для причин доставок у вас нет другой логики игры вы пока есть следуете у вас нет ну возможности сыграть по-другому пока вы зажаты в рамке этой жесткой стратегии как которая предполагает что у вас есть причины доставок вы от нее не клоняетесь здесь очевидно мы говорим что у нас есть value raise по терну раз у нас value raise есть в логике причин доставок вы должны его сделать у вас нет такого что вы его не делаете вы его делаете вам пока неизвестно даже более продвинутые концепции опять же что они вам были бы известно все равно если бы как следует задумались бы вы бы при все равно вернулись к тому что надо делать value raise против фиша а здесь ну типа не следую не так на первых это первое не следование концепции а во вторых даже если вы пытаетесь какую-то более продвинутую концепцию здесь взять это все равно будет ошибка не поставить рейс